В пятницу 19 ноября в администрации района под председательством Заура Хамирзова прошло заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором было рассмотрено 6 вопросов. Первым в повестке дня стоял вопрос о состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значения, принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в образовательных учреждениях района. С подробной информацией выступил начальник УГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. За 10 месяцев 2021 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 4 дорожного транспортного происшествия, при котором 8 человек погибло, в прошлом году у нас было 2 погибших, это у нас плюс 300%, и 9, от чего получили следственные прогреждения. В прошлом году их было 15, рост составил 26%, при котором при численности ДТП двое водителей находились в состоянии опьянения. Работниками отдела ГИБДД в каждом году проводятся мероприятия направлены на профилактику нарушения права дорожного движения, как в ходе надзора за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствия проведена следующая работа. Организованы и проведены информационно-методические мероприятия по профилактике ДТП и снижения тяжести их последствий 29, из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 18. Проведено 42 просветительных мероприятий по ГИБДД в дошкольных образовательных организациях. Также 42 просветительных мероприятий по БДД и общеобразовательных организаций. Проведено 40 просветительных мероприятий по безопасности дорожного движения для школьных и образовательных организаций с родителями и законными представителями. Также 3 мероприятия проведены по БДД, предприятиях и организациях, осуществляющих на территории деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств. Что касается пьяных водителей, докладчикам было отмечено, что за истекший период текущего года сотрудниками отдела ГИБДД было выявлено 4 административных правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На территории Кашхабского района 243 граждан лишены права управления транспортными средствами, из них 178 за управление в состоянии опьянения. С учетом сложившейся дорожной обстановки необходимо, первое, сконцентрировать усилий на надзор за дорожным движением. В целях контроля эксплуатационного состояния автодорог в зимний период сотрудниками будут проводиться ежедневные проверки в лично-дорожной сети. Ежедневные сведения о состоянии погоды из-за действительных сил и средствах по содержанию автодорог в зимний период передаются в управление ГИБДД МВД по республике Адыгей. На дорогах республиканского значения и подсредственно участков примыкающих населенным пунктам особое внимание уделит выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и нарушающих скоростной режим. Населенным пунктам на пересечении нарушения скоростного режима, нарушения права обгона и маневрия по надзору за соблюдением правил дорожного движения пешеходов. Также проводить регулярные рейдовые мероприятия с привлечением других служб ОВД и общественности. На выявлении наиболее грубых нарушений права дорожного движения, существенно влияющих на состояние аварийности. Это управление транспортным средством состояния, нарушение права маневрирования и проезда перекреста. В обсуждении данного вопроса приняла участие и начальник управления образования Осяд Берзегова. В целях исполнения комплексного плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Адыгея, Администрации муниципального образования Кашхабовский район, Управление образованием, во всех образовательных учреждениях проводится ряд мероприятий, способствующих безопасности созданию безопасных условий на дорогах с участием детей. Все мероприятия проводятся совместно с Минпросвещением и МВД России во всех образовательных учреждениях. Также проведена неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, обновлены и укомплектованы уголки по безопасности дорожного движения на 2021-2022 учебный год. Проведена подписка в 2021 году всеми учреждениями на газету «Добрая дорога детства» на сумму 23 тысячи рублей. Для всех обучающихся начальных классов образовательных учреждений района на 2019-2021 год муниципалитетам были закуплены светоотражающие жилеты в количестве 1971 штук на сумму 224 тысячи рублей. На новый 2021-2022 учебный год от главы республики Адыгеи для первоклассников были закуплены детские принадлежности, в том числе и светоотражающие жилеты получили все 365 первоклассников. Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности, согласованные с ГИБДТ по Гашхабовскому району. Оформлены и размещены в учреждениях в местах, доступных для восприятия детей и родителей, севы безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом». Ведется информационно-пропагандистская работа. На педагогических советах ежемесячно на плановой основе и вне плана рассматриваются вопросы о состоянии работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Определены меры повышения эффективности этой работы. С родителями ежемесячно проводится беседа о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Тема «Содержание автодорог на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения» ведется регулярно. Вот и на этот раз обсуждался вопрос о работе акционерного общества «Кашхабельский ДРСУ». На сегодняшний день содержание автомобильных дорог общего пользования является основным видом деятельности акционерного общества «Кашхабельская ДРСУ». В целях повышения транспорта эксплуатационного состояния за дорог выполнены следующие работы. Содержание сети автомобильных дорог по следующим направлениям. Уборка различных предметов и мусора с элементами автомобильных дорог. Это практически было выполнено 4134 километра прохода. Ямошный ремонт автомобильных и черно-гравийных покрытий с применением нюхозернистых асфальтобетонных смесей на площади 7076 метров квадратных. Или же было уложено 828 тонн асфальтобетона. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и невозможности проведения нормативного состояния выполнения ямошного ремонта отдельным участком этой дороги выполнены работы по устройству в равнивающих слоях общей протяженностью 0,7 километра. Также выполняется покос травы роторными косилками на базе тракторов, на обочинах, откосах и полосе отвода. За этот год был выполнен 2560 километров прохода. Вырубка кустарника под лестнику ручную, валка деревьев, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала на площади 4635 квадратных. Планировка гравийных дорог в этом году была выполнена, значит, от дороги подъезд к хутору Красный Фарс 3600 метров квадратных, от дороги подъезд к Олуха-Чемзи 9336 метров квадратных, автомобильная дорога подъезд к хутору Чеха, автомобильная дорога подъезд к хутору Кармаля-Гидройскому. Это гравийная дорога. Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, значит, подъезд к хутору Красный Фарс, подъезд к Олуха-Чемзи, к хутору Чехата и Комалина-Гидройскому. Также был выполнен ремонт и укрепление обочины с добавлением нового материала на площади 2220 метров квадратных. В соответствии, значит, с проектом организации дорожного движения, произведена замена щитов дорожных знаков, установка новых знаков на следующих автомобильных дорогах. Майкоп, Ягинская, Ксибайя, Зеленчук, Карачаевск, 217 штук, Кашхабль, Соколово, 32, автодорога Кашхабль-Игнац-Кабель-Четин, 27, северный обход АОЛ Кашхабль-Курганец, 30 штук. Всего установлено 328 штук знаков. Установка и замена сигнальных столбиков в количестве 750 штук. На сегодняшний день предприятием заготовлено, готово к применению, песко-соляная эсфейс, это противоголоведный материал, в количестве 1500 тонн. Это уже готово и лежит у нас на складе. И для применения уже отдельно лежит около 100 тонн соли, которые в дальнейшем будут применяться. На успешное выполнение мероприятия направленного обеспечения безопасности дорожного движения предприятие подготовило к работе в зимний период 17 единиц дорожной техники. Это на сегодня вся техника, которая располагает наше предприятие. Ну, по нашим финансовым возможностям мы вложили вроде немало, и они готовы. Глава района, в свою очередь, потребовал усилить контроль за качеством содержания закрепленных участков дорог, особенно в зимний период. В режиме ВКС члены комиссии заслушали заместителя начальника Адыгея Автодор Александра Осокина, который представил отчет о проделанной работе по устройству уличного освещения тротуаров автобусных остановок в 2021 году, а также рассказал о планах на следующий год. Далее, об итогах исполнения программы по безопасности дорожного движения в муниципальном образовании за текущий год доложил заместитель главы района по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. Объявление правопорядка и общественной безопасности, повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, а также гарантия на безопасные условия движения на автодорогах в Кашихабрском районе утверждена комплексная программа муниципального образования. Кашихабрский район – это обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании на 2021 год. В рамках реализации комплексной программы были выполнены следующие мероприятия. Обустроено два пешеходных перехода в ауле Бличепсин, улица Калинина, и аул Кашихабр, улица Степная, на общую сумму 400 тысяч рублей. Также после заключения соглашения, на данный момент соглашения находятся на стадии подписания в Минстрое, планируется до конца текущего года обустроить еще три пешеходных перехода в вольнском сельском поселении на общую сумму 700 тысяч рублей. Также выполнено проведение комплексных мероприятий – это безопасное колесо, направленное на обучение детей безопасному поведению на дорогах, на общую сумму 12,5 тысяч рублей. И до конца ноября этого года планируется приобрести листовок на тему безопасного поведения на дорогах для учащихся в образовательных учреждениях на общую сумму 15 тысяч рублей. По пятому вопросу повестки дня о проделанной работе по вопросу взыскания штрафов в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии опьянения за текущий год выступил заместитель начальника Кашхабского районного отделения судебных приставов Айдамир Кучмезов. На преимущественном исполнении в Кашхабском районном отделении судебных приставов по республике Адыгея находилось 8247 исходных производств, разыскания от 301 штрафов в области дорожного движения на сумму 8,969,000 рублей. В данном речном периоде прошлого года 6,818 исходных производств было на сумму 9,526,000 рублей. Постановление судебных органов, так называемых пьяных штрафов, 84 на сумму 2,520,000 рублей. С аналогичным периодом прошлого года 121 исходных производств было на сумму 3,963,000. Постановление органов ГИБДД 8,163 на сумму 6,449,000. За 10 месяцев 2021 года возбуждено 4,408 исходных производств на сумму 4,514,000. В том числе, по сравнению судебных органов, 42 исходных производств на сумму 1,260,000. По сравнению органов ГИБДД 4,366 исходных производств на сумму 3,254,000. В результате принятия мер, оконченное и прекращено за 10 месяцев, 4,349 исходных производств на сумму 4,402,000. С аналогичным периодом прошлого года 3,887 исходных производств было на сумму 5,276,000. Постановление судебных органов 34 исходных производств на сумму 1,020,000. Постановление органов ГИБДД 4,315,000 исполненных производств на сумму 3,382,000. Из них окончено фактическим исполнением 3,584 исходных производств на сумму 2,878,000. В том числе судебных органов 21 исполненных производств на сумму 6,30,000. С аналогичным периодом прошлого года 35 исходных производств на сумму 1,050,000. Постановление органов ГИБДД исполнения производства 3563 на сумму 2,248,000. Остаток исполненных производств по состоянию на сегодняшний день составляет 2,485 исходных производств. Возыскание административных штрафов на сумму 2,776,000. В том числе судебных органов 32 исполненных производств на сумму 960,000. Постановление органов ГИБДД 2,453 исходных производств на сумму 1,816,000. В отношении должников вынесено 53 постановления временного ограничения на поезд из Российской Федерации. Также составлено 26 административных протоколов по ст. 20.25 КОАП РФ. И в завершении о проводимой работе с населением о недопущении управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицами, лишенными права управления членам комиссии доложили главы Вольнинского, Дмитриевского и Кашхабльского поселения.